Ну, welcome back! Автостоп вернулся в силе моих могучих плеч и хитром в глазе оператора. И жалуются новостники, что в городе Магнитогорске новостей нет. Да вот я прям здесь откопал на Московской 5, на Химчистке новость. Это обновленный дизайн Химчистки, в смысле автомойки Лебедь. Какая-то новость? Очень хорошая, кстати, новость. Потому что редко кто в это кризисное время может себе позволить обновить дизайн. То есть дела идут хорошо. Хотя здесь, на этом пятачке этих автомойк, раз, два, там еще много. Но про них же не говорят ничего. И ничего не говорят ни хорошего, ни плохого. Они просто есть. Про эту же мойку люди говорят только хорошие слова. Автомобиль Нивы, наверное, самый боевой отечественный автомобиль. Да, да, конечно. Боевой отечественный автомобиль люди привыкли мыть где? На речке, тем более Нивы. Где моем? На автомойке Лебедь. Часто сюда приезжаем? Да, практически. Ну, раз в месяц точно. То есть нравится, да? Да, нравится. Вообще, что должно мойку отличать? Потому что моек в городе, ну, наверное, 20-30 штук уже. Ну, естественно, качество по времени, чтобы достаточно быстро мыли. Все занятые, все-таки люди. Ну и комфортнее, не знаю, точно так же не стоять на улице где-то ждать. То есть и кофейку попить можно, да? Конечно. И не секрет, если. Как часто моем не только машину, но еще и салон? Ну, пореже, конечно. Ну, раз в полтора месяца, раз в два месяца точно. И таких верных клиентов у автомоечного комплекса Лебедь тысячи. Да потому что на протяжении десятилетий здесь умеют работать с вашим автомобилем. Они просто заколачивают бабки на мойке. По сути-то, процедура ухода за автомобилем понятна многим. Но немногие мойщики понимают, что за день через их руки проходит сумма, эквивалентная нескольким престижным квартирам. А это сумасшедшая ответственность. Поэтому мой вам совет. Не размениваться на халяву и работать только с теми, кто имеет репутацию, сложившуюся годами. А репутации здесь дорожат. Потому как смысла быстро отбить вложенные средства путем натягивания мойщиков и естественного швырева здесь нет. Сейчас ведь битва-то идет за постоянного клиента. А они здесь есть, прикормленные повышенным вниманием и чувством безопасности за судьбу своего автомобиля, переданного в надежные руки. Да это вообще-то недорого. Сохранять автомобиль в хорошем техническом состоянии. И эстетическом в том числе. Потому как регулярная мойка, вы согласитесь, 100 рублей, техническая мойка, спасает вас от таких неприятностей, как, допустим, царапины. Потому что машина грязная, ребенок прошел, или кто-то с сумкой, или вы ударили, и все, царапина на кузове. Стоит ли этого делать, когда можно после трассы сюда приехать, на Московскую 5, и помыть свой автомобиль? Точно так же, как раз в месяц стоит сюда приехать, чтобы пропылесосить салон. Кстати, немногие, но вот эта мойка славит своей химчисткой. Потому что кто-то начал машины полировать, кто-то там поменял направление деятельности, в конце концов не заплатил своим классным специалистам, и они ушли. Здесь люди держатся. И вот она прелесть. Чистая машина, и в том числе изнутри. Но для вас, те, кто сюда ездит, постоянно очень приятная штука. Каждая десятая мойка бесплатно. Продолжение следует...